Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим сегодня об удалении нижних листьев у томатов. В принципе, эта процедура является очень широко распространенной, наверное, ее используют абсолютно все огородники. Поговорим с вами, зачем это нужно и как это сделать правильно, в какой период времени. А обычная рекомендация касается удаления листьев полностью путем отрезания их ножницами с оставлением пенька от полусантиметра до сантиметра. И обрезание листьев должно вестись под кистью, которая уже полностью сформировала плоды, когда плоды достигли своего конечного размера, то есть до начала их налива и по окончании их роста. Почему вообще нужно удалять эти нижние листья? Ведь листья, листовая поверхность является источником фотосинтеза, осуществляет фотосинтез и источником питания ваших растений. Именно в листьях образуются глюкоза, образуются все органические вещества, которыми насыщаются впоследствии томаты. Если обрезать листьев слишком много, созревание томатов прекращается. И казалось бы, логично было, что вообще не надо листья обрезать в принципе, пусть их будет много. Однако же наличие нижних листьев, излишнего количества нижних листьев вредно для томатов. Почему? Во-первых, они затеняются верхними листьями и уже не выполняют ту самую функцию фотосинтеза, которая на них возлагается. При этом они требуют питания и они требуют влаги. И обрезание нижних листьев защищает растение от дефицита влаги. Таким образом мы уменьшаем потребление влаги из почвы и делаем растения более устойчивыми к засухе. Это важно. Второй момент, он касается болезней растений. Многие болезни растений происходят от почвы. Именно в почве находятся патогены. Обратите внимание, что по мере роста и развития растений томата, листья опускаются вниз и могут касаться почвы. В этом случае они являются проводником этих болезней. Болезни легко мигрируют из почвы на прикасающиеся листья и дальше распространяются по всему растению. Таким образом эти листья необходимо удалять. Однако же у листьев есть и положительная черта. Они как следует защищают плоды от солнечных ожогов. С одной стороны, а с другой стороны они притеняют кисти с плодами, не ограничивают инсоляцию. И таким образом способствуют тому, что плоды плохо наливаются, плохо созревают, плохо приобретают характерную для сорта окраску. В некоторых случаях можно обрезать листья не полностью, а примерно наполовину. Таким образом количество испаряемой воды все равно уменьшается, размер листьев уменьшается. Однако же при этом у листьев остается роль притеняющая, притенение, с тем, чтобы защищать кисти, которые под ними находятся, от солнечных ожогов. Удалять листья полностью или наполовину вы должны решать в зависимости от тех условий, которые у вас есть в теплице. Если солнца у вас слишком много, то урезайте их наполовину. Если солнца у вас мало, удаляйте их полностью. Открывайте кисти, солнышко, для того, чтобы они как следует созревали. Поскольку листьев правильно удалять, чем меньше, чем медленнее вы будете удалять листья, тем лучше. Как я уже сказал, листья испаряют довольно много влаги. Если вы урежете сразу много листьев, в этом случае корневое давление нагонит много влаги в ваши плоды, и они попросту треснут. Растрескивание плодов очень часто связано с удалением листьев. Люди иногда не связывают два этих фактора, что вот плоды потрескались, они начинают искать свои ошибки в поливе, там не так полил, или еще что-то не так сделал. На самом деле, одной из частых причин растрескивания плодов является резкое удаление большого количества листьев. Поэтому удаляйте по одному-два листочка за один раз, не больше, чем, если вы даже боитесь, ну, вам иногда бывает трудно вот так вот удалять по одному-два листочка с растения, потому что вы не часто бываете у себя на даче. Ну, например, раз в неделю. В этом случае вы точно сперва удалите там у 4-5 листьев по пол листа, а в следующий раз удалите целые листья, для того, чтобы не вызвать растрескивание плодов, повышение вот этого корневого давления и слишком быстрого насыщения ваших плодов влагой. Кроме того, усиленно рекомендую удалять листья на фоне небольшой засухи, то есть не так, что вы полили растение и через 2 часа пришли удалять листья. Нет, вы сперва удалите листья, может быть, вы ждете сутки и только после этого проливаете растение. Это сбалансирует тогда состояние корней и надземной части и не вызовет растрескивание плодов. Что ж, пользуйтесь этим способом, действительно он полезный, он способствует также улучшению вентиляции ваших посадок, отсутствию застоя влаги, снижению распространения кладоспариоза и фитофтороза, серой гнили и других болезней. Но делайте это вовремя и разумно. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, до новых встреч!